В территориальном центре социального обслуживания населения Московского района жизнь кипит. Деятельность отделений дневного пребывания возобновили с конца августа. Работа сейчас ведется с соблюдением всех норм и рекомендаций Центра гигиены и эпидемиологии. А значит, маски, перчатки, антисептики стали такой же острой необходимостью, как воздух. Выполнение всех предписанных правил у специалистов территориального центра давно уже вошли в привычку. И помимо заботы о своем здоровье, они пристально следят и за соблюдением норм подопечными, а помогают им в этом общественные организации. Буквально на прошлой неделе фонд «Новое поколение» оказал нам глобальную помощь. Это были маски, ДЭС, средства, перчатки именно для ребят и для специалистов наших центров. Постоянный контроль именно температуры ребят – это основное. И постоянно ведется именно дезинфекция помещений, дезинфекция проветривания. То есть основное, что очень важно сейчас. Продолжает работу и горячая телефонная линия для помощи пожилым, инвалидам и одиноко проживающим людям во время пандемии. Такая услуга пользовалась популярностью среди населения во время первой волны и сейчас не теряет своих позиций. Человек, который позвонил дам и подал заявку на доставку либо продуктов, либо лекарств, дома составляет список необходимых продуктов, готовит рецепты, если это лекарства по рецептам, либо тоже составляет список лекарств, необходимых для приобретения, и ожидает в течение дня волонтеров, которые должны к нему прийти и, в принципе, выполнить заявку поступившую. Волонтеры, которые приходят на заявки, они имеют при себе удостоверение. Волонтеры, они предоставляются, конечно, они также соблюдают все меры предосторожности в условиях пандемии. То есть у них есть и перчатки, и маски, и антисептики. И у них есть на руках лист заявок, где пенсионер либо инвалид, который подал заявку, он пишет необходимый перечень ему продуктов, либо тех же самых лекарств. Но для тех, у кого есть острая необходимость присутствовать лично в территориальном центре и решить важные вопросы, созданы все условия для того, чтобы это было безопасно. Администрация учреждений отмечает, что люди сейчас ответственно подходят к соблюдению предписанных норм и правил и понимают, для чего это нужно. Люди, конечно, уже, скажем так, осторожнее, осторожнее, чем в первую волну. В первую волну были где-то негодования, недовольства в связи с требованием надеть маску, соблюдать социальную дистанцию. На сегодняшний день ситуация изменилась. И, конечно, в положительную сторону люди с пониманием относятся к тому, что необходимо соблюдать профилактические меры и все-таки поберечь себя и поберечь сотрудников, специалистов, которые работают в территориальном центре.